Представьте себе, что у вас есть шестиугольник, у которого есть две равные в длине и параллельные стороны. А, В и Д, Ф. Вот они равны и параллельны. И еще есть противоположные стороны В, С и Ф. Итак, смотрим, что у нас тут. У нас вот эти два отрезка равны и параллельны, и у нас вот эти два отрезка равны и параллельны. Задача. Докажите, что и третья пара противоположных сторон обладает этим же свойством. На самом деле, вы берете вот эту фигуру. Как она называется? Параллелограмм. Значит, чем является середина отрезка В и Е для этого параллелограмма? Центр. Центр. Совершенно верно. Середина отрезка В и Е – это центр вот этого параллелограмма. А если вы отложили равные и параллельные отрезки, то чем является фигура В, С, Е, Ф? Тоже параллелограмма. Тоже параллелограмма. А чем является середина отрезка для него? Тоже центр. Тоже центр. Никуда не денешься. Значит, эти отрезки что? Равны. Я не имею права, как делать, то есть так. Равны вот эти два отрезка. Эти равны и параллелограммы. Замечательно. Так, и вы помните, что это же был центр для параллелограмма АВД. Значит, эта точка является центром симметрии для чего? Для всей этой фигуры. Соответственно, эти отрезки что? Равны. Равны и параллелограммы. Замечательно. Замечательно. Давайте подумаем, что у нас здесь было дано. АВ равно ДЕ. Равно? Равно. АВ параллельно ДЕ. Параллельно? Параллельно. ВС равно ЕФ? Равно или РАВ? Да. Равно. ВС параллельно ЕФ. Скажите, пожалуйста, еще что-нибудь было из этого? А, нет. Нет. Что из этого надо было вывести? АФ. Надо было из этого вывести, что отрезок АФ равен отрезку СД и параллельно. Так? Да. Мы это доказали? Доказали. Так вот здесь тогда мы на самом деле доказали не это. Мы доказали в случае, если не просто было параллельно, ААВ было сонаправлено с отрезком ЕД. И здесь было не просто параллельно, а тоже направлено в одну и ту же сторону. Придумать такой шестиугольник. Только секунду, он не имеет права сам себе лексикать. Это должен быть настоящий шестиугольник. Что? Вот эти равенства длин выполнялись. Эти параллельности выполнялись. А это не много. Оказывается, это не трудно сделать. Но, с другой стороны, на первый взгляд, это вообще кажется даже, что нельзя. Как же так? Тем не менее, это сделать можно. Шестиугольник, не самопересекающийся, настоящий шестиугольник, у которого выполнены вот эти вот равенства и это параллельности, а это не было. Это ваш картизам. Субтитры создавал DimaTorzok